И снова здравствуйте! Как всегда, неожиданно для вас детская неожиданность. И мы сегодня будем с вами. И сегодня, неожиданно для себя, мы решили побывать в детской киношколе. Так что впереди у нас, в буквальном смысле, интервью со звездами. Итак, мы начинаем с первой звездой нашего эфира. Мы как раз поговорим про разное. Друзья, а вы что-нибудь слышали про моделинг? Вот как раз об этом мы сейчас и поговорим. В киношколе тут очень интересно, тут очень хорошие учителя. Они нас обучают, как правильно фотографироваться. Обучают, конечно же, как правильно говорить на камеру, не боясь камеры. Ну, в общем, очень интересно. Также входит хореограф и вокал. Там как правильно держать руки во время съемки. Есть также ошибки при фотосессии. То есть очень хороший учитель. Правильно, конечно же, не закрывать ими лицо, а держать, ну, хотя бы вот так. И также представлять себе контур, чтобы руки не вылезали за камеру. Вот такая неожиданность. А вы еще и сомневались. А следующая наша звездочка сможет не только поделиться секретами актерского мастерства, но и на какое-то мгновение стать президентом. Ну, думаю, это довольно-таки трудно. Ну, вообще, любая роль – это непросто. Ну, нужно быть более серьезным. Обязательно деловой костюм. Что еще? Я бы стала больше смотреть новости. В киношколе, конечно же, съемки. Я люблю кино, сниматься в кино, потому что люблю применять новые роли. То есть попробовать себя в чем-то новом. Очень редко. Когда смотрят родители, ну, я не люблю. Мне это не нужно. Еще рано, в общем-то. Не хочу забивать себе голову чем-то, может быть, плохим. А следующая наша героиня может сыграть любую роль. А мы попытались на нее сразу примерить два образа – таксиста и президента. Ну, я на самом деле не очень люблю такие вещи, потому что я считаю… Ну, я даже не знаю. Ну, я бы согласилась. Ну, я бы, наверное, посмотрела, может быть, много видео там, где, ну, может, встречи президента. И попыталась бы повторить. Актриса должна соглашаться на любые роли, ведь, ну, она же актриса. Я бы согласилась, но, наверное, надо было узнать, может быть, даже взять интервью у таксиста. Ну, актриса в первую очередь должна быть человеком, который может житься в любую роль и в любую ситуацию. Я считаю, это очень тяжело, потому что сложно себя представить в разных образах и в разных ситуациях. Ну, я даже не знаю, так как я хочу быть актрисой, мне нравятся все образы, и мне кажется, у меня бы все они получились одинаково. Ну, а далее я бы хотел передать бразды правления своей соведущей, которая развеет миф о том, что артистки не очень интеллектуально развиты. А у тебя есть собака или кот? Нет. А ты хочешь себе собачку? Я очень хочу собаку. А какой ты породы хочешь? Я очень хочу мопса или шарпея. А каких ты зверьков любишь лесных? Ну, я люблю барсуков, лис, зайцев. Я вообще, в принципе, люблю животных всех. А ты знаешь, кто такая штефиграф? Если не ошибаюсь, это теннисистка, да? Да, правильно. А ты знаешь, у какого зверька ладошки наружу растут? Да, это я точно знаю. У крота. Вот такие у нас подготовленные звезды в киношколе. Итак, едем дальше. Следующее интервью проведет тоже моя соведущая. Здравствуйте. И сейчас у нас в гостях Дарина. Привет, Дарина. Здравствуйте. Как у тебя дела? У меня все хорошо. В какую ты школу ходишь? Я хожу в 132-ю американскую школу. Что ты там занимаешься? Я занимаюсь там английским языком и национальной программой. Понятно. Какой ты любишь больше всего урок? Наверное, английский или математику. Любишь ли ты читать? Ну, как сказать, смотря что. Фантастику, комедии разные. Наверное, фантастику. О чем ты любишь читать? Про героев разных, да? Какую ты недавно книгу прочитала? Я недавно прочитала книгу «Алиса в стране чудес». Любишь ли ты читать стихотворения разные? Да, я очень хорошо рассказываю стихотворения, читаю их. А ты можешь сейчас нам какое-то рассказать стихотворение? Ну, не знаю даже. Недавно же ты читала «Алису в стране чудес». Ты можешь нам что-то рассказать про сказку? Больше всего мне нравится «Злая королева» в Алисе. Почему тебе она нравится? То, что она злая или... Ну, она смешная. У нее смешной образ, слова. Так ты сможешь нам рассказать стихотворение? Нет. Почему? Не хочу. Ну как, я не помню некоторые стихи. Волокоморье, дом зеленый. Нет. Ну, и ветер пошел над боем. Конечно же, я не могу оставить без внимания своих коллег. А сейчас вы увидите мое интервью с настоящими теледивами. Лично я знаю, как вас зовут. Потому что, как только я пришел в вашу школу, первое, что я спросил, покажите мне самых звездных актрис. Мне сказали, это очень легко сделать. Вы сейчас их увидите. Они очень похожи друг на друга. И одну зовут Лика, а вторую Ника. Друзья, Лика и Ника. Представляете? Вот, допустим, в моем юношестве были два электроника. Помните, да? Сыроежкины. Ваша как фамилия? Пилипенко. А твоя? Пилипенко. Я не ошибся. Я не ошибся. Они две Пилипенко. Две звезды. Две светлых повести. Да, можно так сказать? Скажи мне, пожалуйста, кто привел тебя в эту школу? И кто захотел, чтобы ты стала великолепная, звездная актриса? Кто, мама или папа? На самом деле, меня привела мама, но сначала я сама хотела. Я хотела прославиться и быть на телевизоре. Чтобы все меня видели и радовались, когда я была в телевизоре. Вот что, что. А это я могу тебе пообещать. Ты обязательно будешь, как ты говоришь, в телевизоре. Ну, и такой же вопрос к тебе, уважаемая Ника. Кто захотел, чтобы ты стала великой, звездной артисткой? Артисткой. Мама меня привела в эту киношколу. Она хотела, чтобы я себя проявляла в киношколе. Хотела, чтобы я узнала о себе то, что я могу большего. Что большего? Вот большего что? Что большего? Ты можешь больше съесть манной каши, выпить больше йогурта. Что больше? Сниматься в фильмах, чтобы меня видели мои друзья, родители, родные. Вот сколько тебе лет? Десять. Десять тебе? Десять. И вообще, давайте определимся, вы близняшки или двойняшки? Двойняшки. А в чем разница? А я ее старше на пять минут. А сейчас я предлагаю просто поставить многоточие. Дальше в нашем эфире прекрасное стихотворение от талантливого исполнителя. Вроде бы Федор Тючев. Бибереза. Белая береза под моим окном Принакрылась снегом точно серебром На пушистых ветках снежную каймой Распустились кисти белой бахромой И стоит береза в сонной тишине И горят снежинки в золотом огне Да, скорее всего, Сергей Синин. В кино уже снимался? Да. Да, в каком? То, что я одна все. Легко и просто и байки. А сейчас предлагаю посмотреть небольшой блиц. Я сюда попала. Здесь моя сестра училась с лета. Она сказала, что здесь очень весело и интересно. Мне тоже захотелось попробовать. Таким образом, я здесь. Ну, я думаю, самая сложная роль – это комедию все-таки сыграть. Потому что, ну, надо настолько выложиться в комедии, чтобы ты не засмеялся, сделать это людям, чтобы было смешно. Какую-то грустную пьесу, что ли, поставить. Для меня это будет трудно. Я висичак по жизни, поэтому мне интересно то, что позитивное. И сейчас у нас в гостях Михаил. Привет, Миша. Здрасте. Как у тебя дела? Хорошо. В какой ты школе учишься? Сколько тебе лет? Мне 9 лет, в школе 18-й. Ты хорошо учишься? Бываю хорошистом, бываю отличником. А ты знаешь, кто такой Марк Твен? Нет. А ты знаешь, как зовут няню Пушкина? Нет. А ты знаешь, кто такой Чайковский? Нет. А какими ты книгами увлекаешься? Ты вообще любишь читать? Нет. Ой, люблю слушать, но не читать. А ты можешь нам сейчас продемонстрировать какое-то стихотворение? Нет. Молодец. Фраза. Я боюсь. Я избегаю фразы. Но страх фразы – тоже претензия. Так между этими двумя иностранными словами так и катится и колеблется наша сложная жизнь. Привет. А ты знаешь, что означает «Черный круг» в Олимпийских играх? Нет. Друзья, на сегодня все. Это была программа «Детская неожиданность». Детская неожиданность. Детская неожиданность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова